Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке, который начинает новую эпоху. Федуны ушли, пришли люди из Лукоила и возникает логичный вопрос, а кто заменит Леонида Федуна на посту номер один, на посту президента клуба? На данный момент официально нового руководителя не назначили и появляется много разных слухов и инсинуаций, в частности о том, что Ашот Хачатуэнс, который уже был президентом РПЛ, станет президентом Спартака. Но, если честно, мне в это сразу как-то не особо верилось, и вот появилась инсайдерская информация о том, что новым президентом красно-белых станет Александр Матрицын, человек из системы Лукоила, который вроде как уже работал, так скажем, в Спартаке, ну таким негласным консультантом или кем-то еще, то есть помогал принимать какие-то решения по красно-белому клубу, участвовал в определении политики команды и так далее, но поэтому был, ну так скажем, неофициозным лицом, не афишировал тем, что он принимал участие в жизни Спартака, а вот сейчас получит официальное назначение на пост номер один. В общем, давайте это обсудим и обсудим другие кадровые решения, которые были приняты в красно-белом клубе, как будет выглядеть новое руководство и как Спартак будет работать с этим самым руководством. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании Балтбет. Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Балтбет, зарегистрироваться и ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей, ничем повторяю не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота, так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрибет. Многие фанаты Спартака оказались недовольны сообщениями о том, что Матрицин станет новым президентом клуба, потому что ждали хачатурянца. Все-таки следует отметить, что несмотря на все свои ошибки в качестве президента РПЛ и на не самые однозначные результаты, этот человек по-прежнему имеет образ такого вот светлого рыцаря в сияющих латах. Потому что он в свое время мочил судей направо и налево, ну не в прямом смысле, а в переносном. Но тем не менее, у него есть образ некого правдоруба, который дает громкие заявления и все остальное. Лично я считаю, что это популиризм и набивание себе медийного образа, но многие на это купились. И до сих пор говорят о нем, как о крутом мужике, который должен прийти и порядок навести. И тут Матрицин, у которого каких-то серьезных заявлений о футболе вообще не было. Что в частности породило спекуляции, что он вообще не имеет никакого отношения к спорту, это не футбольный человек и лучше бы назначили хачатурянца. При этом хотелось бы отметить, что возможно такой руководитель и нужен красно-белым. Потому что в последние годы президент Спартака, люди, приближенные к президенту, его супруга и так далее, они как раз очень много занимались болтологией, громкими заявлениями и всем остальным, что дальше не получало подтверждения. То есть все эти обещания сняться с чемпионата, всех покарать, наказать, зажечь на год столетия, все это в итоге не получало должного развития в реальной жизни. Так может быть и хорошо, что президентом Спартака будет не очередной демагог и популист, который будет громко говорить, но не так много делать, а кто-нибудь, кто меньше говорит и больше делает наоборот. Потому что хачатурянц, ну да, он очень красиво стерил, а дальше многие судьи, которые были, так скажем, наказаны и подвергнуты публичной порке, они уже вернулись, казарцев тот же самый, остальные. Так что не все здесь однозначно. И в итоге мы бы могли получить очередного такого руководителя, который регулярно создавал бы вокруг коллектива токсичную атмосферу. И в результате мы бы снова обсуждали Спартак, как такой, знаете, ходячий футбольный цирк, где постоянно происходит какая-то дикая движуха. А тут обратите внимание, после ухода Федунов первый крупный скандал с участием Спартака, связанный с Воронежем и с тем, что там болельщиков спартаковских вроде как не хотели пускать с атрибутикой. Обратите внимание, как быстро здесь все замяли. За пару часов Воронеж уже извиняется, все уже все порешали, все нормально и так далее. При Зареме и Федуне здесь был бы вой на весь мир и несколько дней постоянного срача и разборок. А тут все очень как-то тихо и коротко и быстро порешали. Может быть, это как раз и новая стилистика Спартака, и поэтому здесь нужен как раз менеджер, который будет заниматься менеджментом, а не громкими заявлениями в Твиттере, Телеге и так далее. Поэтому в каком-то смысле Александр Матрицын, это, конечно, кот в мешке. С другой стороны, ну, понимаете, мы очень отдаленно изучаем вот эти самые клубные структуры. Мы чисто гипотетически и по инсайдам пытаемся понять, кто за что отвечает, кто чем руководит по факту, насколько велика роль Зарема или кого-то еще. Вот мы до сих пор, например, не можем в Спартаке разобраться, кто подписывал Тила, а кто Ларсона. Потому что то Томас Цорн говорит, что он их подписал, то Зарема Салихова, а по факту, может, кто-то еще их купил. Там хрен его разберет. Тем более, сколько там помощников всяких было, советников в Спартаке. Поэтому мы можем только догадываться, что там происходит в высоких кабинетах и ориентироваться на инсайды. Поэтому сейчас и Матрицын, и тот же самый Хачатурянс в любом случае был бы для нас котом в мешке. Эффективность их менеджмента мы увидим только при стечении какого-то времени. А сейчас, ну, можно только порадоваться, что Спартак получает президента не такого медийного. Во всяком случае, будет поменьше шумихи, а стало быть, побольше дела и поменьше токсичной атмосферы вокруг команды. Ну, а менеджерские способности, ну, как говорится, посмотрим. Второй важный нюанс, который связан со спартаковским руководством, это то, что гендиректором вроде как останется Мележиков. И понятное дело, что у него есть свои хейтеры, которые над ним издеваются, как один не совсем вменяемый человек из Германии, небезызвестный спартаковский блогер. Но будем объективны, это далеко не худший спартаковский управленец, который был в последние годы. А уж альтернативы, которые появлялись, по слухам, для Мележикова, ну, они мягко говоря не впечатляли. То есть здесь, опять же, возникает вопрос, убрать-то можно, а кого вы назначите взамен? Убрать Мележикова и назначить Измайлова, который, по слухам, мог вернуться в клуб. Да не дай бог, как говорится. Поэтому в данной ситуации, на мой взгляд, то, что оставили Мележикова как более-менее хотя бы сносного руководителя, который при этом вроде как особо не участвовал во всех этих бесконечных спартаковских срачах, это, на мой взгляд, большой плюс. Теперь вопрос, который меня как раз смущает. Это спортивный директор. Стало известно, что команда, клуб не будут искать спортивного директора до следующего зимнего трансферного окна. И это, во-первых, означает, что трансферов, скорее всего, серьезных не будет. Кроме тех случаев, когда лично Абаскаль кого-нибудь приведет там из испанцев в команду или еще кто-нибудь там, не знаю, посоветует, попросит какого-нибудь свободного агента прийти. Допустим. Это, во-первых. Во-вторых, многие считают, что это своеобразный знак для Абаскали, своеобразный карт-бланш. Что, вот, дескать, спортивного директора не будет, Абаскаль может закрепиться в коллективе, ему дали полгода, а через полгода назначат спортивного директора и тогда уже будут смотреть. Данная, скажем так, ситуация основана на том, что в «Спартаке» в последнее время регулярно происходила такая вот негативная тенденция, что тренер оставался, приходил новый спортивный директор, начинались стерки, спортивный директор хотел назначить своего наставника, и в результате через некоторое время тренера буквально выжимали из коллектива. И вот, дескать, для этого сейчас команда остается без спортивного директора, чтобы Абаскаль чувствовал себя спокойно. Ну, по-моему, это какая-то глупость. Спортивный директор нужен в клубе в любом случае, и рано или поздно нужно его будет назначить. Если Абаскаль оправдает кредит доверия, и через полгода «Спартак» будет на высоких местах, то спортивный директор с тем же успехом может прийти и попросить нового наставника себе, который ему нравится и подходит. На мой взгляд, здесь куда актуальнее найти спортивного директора, просто поставить его перед фактом, что Абаскаль остается на тренерском посту. Тем более, что, в принципе, если мы не будем ориентироваться на «Спартак», то это вполне себе нормальная ситуация. Очень часто в клубах меняются спорт-директора, поэтому наставники остаются. Ну, не знаю, таких примеров очень-очень много. В «Зените» Семак вот сколько сидит, и спортивные директора там постоянно меняются, заменяются. Был Сарсани, пришел Малафеев, потом на формальную должность, потом Рибалта и так далее. Здесь, в принципе, в этой ситуации ничего катастрофического нет. Нужно просто, в отличие от Федуна, поставить спортивного директора перед фактом. Ты здесь не царь и бог, ты наемный работник так же, как и тренер. Будь добр, работай с этим наставником. Покупай ему нужных футболистов, которые нужны под его стратегию игры и так далее. Не надо играть в менеджеров. Тем более, что футбол европейский, он тем и отличается от НБА, НХЛ и других североамериканских лиг, что здесь тренер, это царь и бог. А спортивный директор, который набирает команду, это менеджер, наемный работник. И работник, скажем так, второго звена по сравнению с тренером. Это не ситуация, когда в клубе НБА менеджер, генменеджер, решает все и вся, подбирает состав, и под состав подбирает наставника регулярно. В том числе и его меняя. Нет, здесь все-таки работает немножко по-другому. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, Спартак вместо того, чтобы уходить от возможных проблем с назначением спортдиректора, должен был просто решить этот вопрос как-то по-другому. И поставить всех перед фактом, что будьте профессионалами и работайте друг с другом. Товарищ Абаскаль и товарищ спортивный директор. И желательно спортивного директора нужно было назначить прям сразу после прихода Лукойла. Тем более, что они наверняка готовились к покупке прав на Спарта Коуфидуна. Потому что команде очень нужно усиление, очень нужны свежие футболисты. Пускай и свободные агенты, пускай и футболисты не самого звездного уровня. Но некоторые позиции откровенно провисают. И знаете, в этих условиях не давать Абаскальу никакой селекции, а без спортивного директора нормальной селекции практически невозможно провести. И поэтому давать ему карт-бланш на полгода, но это, знаете, что-то из разряда БДСМ какого-то футбольного. Мол, мучайся, страдай, а дальше посмотрим на результаты. Вот это как раз меня не особо устраивает в нынешнем руководстве Спартака.